Святая Земля Итак, вероотслышание. Отслышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру. Веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря, вера отслышания, а слышание от Слова Божьего. Мы находимся с вами сейчас в музее Израиля, перед зданием, которое называется Часовня книги. Она сделана в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей священного писания. Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако, именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры, располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли Исеями. Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истинный и удалиться от целов тьмы, нечестивцев, к какой им относятся даже иерусалимские скидки. Всякий же, кто верует в наш путь, суть – сын света. Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, и их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время, занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей священного писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать. Думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере, Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяние он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеен к торговцу антиквариата. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались вторым веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелинную пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для них определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в десяти словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого вторым веком до нашей эры, это был папирус Нэша, на котором была написана иудейская молитва Шма, то теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста. В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников. На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. Полтора года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через две тысячи лет после этого события на этой горе, в пещерах, были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумра. Однако некоторые книги священного писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами X века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции священного писания. того, что священное писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но они не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые вторым веком до нашей эры, свитки, найденные на Массаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, первым веком нашей эры, свитки, которые найдены еще там дальше, в Ваде Мураббат. Все это исторические документы, рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения священного писания. Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге «Бытие». Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. То есть, этого моря раньше не было. В действительности происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня моря даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном матери земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же собственно произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданская, что она прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водой, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там на юге, в пустыне Негеев, Лот мог видеть реку Иордан? Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негеев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Ну, мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кенерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была тысяча метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху, и эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло, а произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17-я глава рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на тысячу метров, образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге Бытие, 14-я глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды. Смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников, это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти, она образует такую жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что, то, что написано здесь в священном писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл. В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников. Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, пятой главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в шестом стихе. И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало «не войдет туда Давид». Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально, «Всякий желающий поразить Евусеев пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом по отвесной 22-метровой стене Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столица Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иерусеев потомок Давида, царь Иезекия понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Иезекии записано в книге 2-й Парлипоминон в 32-й главе и в 30-м стихе. То, что строительство этого туннеля принадлежит руке Иезекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр, мы восвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенными баснями, последуя, но бывшие очевидцами его величия. Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, движимые духом святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил «Освети их истинное Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит «Слово Твое, есть истина». Вот оно Слово Божье. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения. Слово летает. Продолжение следует...